Привет! Я адвокат Вадим Богатуря, партнер коллегии «Фритак и сыновья». По статистике, 99,3% выносимых российскими судами приговоров обвинительны. Когда в начале 2000-х я был следователем, данная статистика меня нисколько не заботила, поскольку я представлял сторону обвинения в уголовном процессе и просто расследовал дела, не обращая внимания на палочную систему. В следствии тогда царила советская школа и стандарты доказывания были весьма высокими. Но уже почти 10 лет я являюсь адвокатом и мизерные проценты оправданий меня крайне заботят, потому что уровень расследования за этот срок значительно упал, особенно после вывода следствия из прокуратуры. Отныне бал правит статистика и цели досконально разобраться в виновности обвиняемого нет. Эффективность следователей определяется исключительно по количеству дел, направленных ими в суд. Работа же суда измеряется количеством оправданий. Чем их меньше, тем лучше сработал судья. Оправдательный приговор сегодня сродни чуду, поэтому большой удачей считается невиновному получить условный срок или выйти за отсиженным в СИЗО. Так происходит, если судит профессиональный судья. Когда дело попадает в суд присяжных, количество оправданий резко возрастает, и лишь три из четырех дел заканчиваются обвинительным приговором. Это следствие того, что присяжные не отягощены цеховой солидарностью со стороны обвинения в вопросах статистики. И как бы рьяно гособвинители не доказывали, что присяжные не могут отделить муху от котлет, а потому оправдывают преступников, именно суд присяжных на сегодня является в России самым беспристрастным и справедливым судом. Присяжные, в отличие от прокуроров, не натягивают сову на глобус, трактуя косвенные улики против подсудимых, как очевидные. А еще присяжные помнят про презумпцию невиновности. Иначе в совещательную комнату тоже не заглядывают. Однако к величайшему сожалению количество уголовных дел подсудным присяжным до циничного мало. Государство на протяжении последнего десятилетия планомерно вывело из-под юрисдикции народного суда большую часть преступлений. Лозунги при этом были такими. На присяжных можно повлиять, присяжных можно подкупить, присяжные не знают законов, присяжные слишком часто оправдывают. Закономерные вопросы от стороны защиты. Разве в России нет телефонного права? Разве профессиональных судей не ловят на взятках? Разве все профессиональные судьи сплошь отличники? И не слишком ли часто они выносят обвинительные приговоры? Ровно этим суды присяжных и отличаются от обычных судей. Они действительно гораздо лучше судят. С ними не договоришься по-свойски. На них не надавишь административно. Их не накажешь за оправдание. Попасть в суд присяжных – мечта каждого обвиняемого и их адвоката. Потому что там тебя услышат, и ты на равных, без обвинительного уклона, сможешь на основах состязательности сторон доказать свою позицию. На этом прощаюсь. Делитесь этим видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать о работе адвокатов из первых рук. Ведь предупрежден – значит вооружен.